Всем привет и добро пожаловать на канал Play at Home. Мы с вами продолжаем прохождение транспортной лихорадки и продолжаем дальнейшее развитие нашего замечательного города под названием HomeGrad. Краткий план на эту серию у нас выглядит таким образом, что первое, надо будет полностью переделать и оптимизировать все линии нашего города. Далее мы выглянем из-за горы, попробуем найти новые источники, на которых мы можем зарабатывать, естественно, организовав там маршруты. Ну а дальше, как всегда по ситуации. Открываем статистику маршрутов и смотрим, где у нас есть прибыль, где у нас есть минус. Ну, по сути, везде есть маленький плюс, пускай небольшой, но он имеется, а вот линия номер 4 нам дает постоянный убыток. Поэтому открываем управление ветками и смотрим, где у нас могут быть проблемы. Ну, на самом деле, эти проблемы почти что сразу бросаются в глаза, по той простой причине, что четвертая ветка у нас перевозит 1-2 человека максимум. Здесь все время есть простой, плюс дилижант стратит огромное количество времени, чтобы развернуться и обратно выйти на прибыльную сторону. Что же касается девятки, аналогичная петрушка, как говорится, тоже далеко надо ему идти. И делать большой крюк, в то время как на единицы собираются уже люди. Поэтому мы берем четверку, удаляем и теперь уже восьмерку тоже удаляем. Чтобы в дальнейшем не платить за содержание остановок, нам придется их еще удалить физически. Минус одна и минус вторая. Смотрим, что у нас получилось теперь по маршруту. Ну, здесь происходит некое кольцевание сразу же на единицу. На тройке тоже идет разворот, тем более, кому надо попасть в эти дома, он, естественно, спокойно может выйти на тройке и здесь уже добраться пешком. Здесь это все рядышком у них находится. То есть ветка рано или поздно должна будет пойти в плюс. Но, опять же-таки, надо немножечко это дело преускорить, поэтому мы возьмем и купим два дополнительных дилижанса и выставим их на эту ветку. 47 тысяч, выделить, отправить. Дальше. Очень важный момент, что же касается остальных веток. Мы берем и полностью с нашей фиолетовой этой ветки перекидываем транспортное средство на красную. Потому что, по сути, они делают одну и ту же работу, только ходят дальше. Выделить всех, отправить, так, не так, отправить на красную линию. Дальше уже, естественно, самую фиолетовую линию мы можем с вами полностью взять и удалить. Также, чтобы не платить за содержание, мы удаляем эту остановку. То есть, по сути, у нас красная линия сейчас должна будет немножечко приумножиться в прибыли. Дальше нам надо оптимизировать с вами будет желтую и зеленую. У нас это выглядит таким образом, что зеленая ходит, таскает только уже инструменты, а желтая таскает только доски. Мы сейчас с вами интегрируем зеленую линию в желтую. Но сперва, опять же, надо сделать переброску всей техники. Из зеленой ветки в желтую. Удаляем теперь зеленую линию, больше нам она здесь не нужна. Теперь главный важный момент очень это кое-что перестроить. Во-первых, я забыл указать тот момент, что чем дальше у нас находится остановка от производства, тем дольше происходит на него загрузка. Поэтому мы возьмем сейчас и построим новую стоянку для наших грузовиков почти что впритык. Тем более, большой объем наших повозок компенсирует спокойно вот это расстояние, которое они будут проходить дополнительно сверху. Главное, только аккуратненько и ровненько его куда-нибудь сюда при шпандоре. Сколько там у нас будет стоить? 80 тысяч. Так, а подешевле там не получится? Нет, никак. Хотя бы там 50-60 или, как говорится, раскатал губу. Ну да, походу, раскатал губу. Ты смотри. Ладно, 83 тысячи, так 83 тысячи. Сейчас оставляем. Эту тогда, получается, мы остановку можем смело удалить. Мы удаляем ее. И кроме ее мы удаляем еще и остановки для наших грузовиков, где у нас разводятся инструменты. Удаляем вот эту и вот эту. И полностью надо переделать всю нам новую линию. Но чтобы пока у нас наши повозки ходили, пока мы тут думаем, давайте добавим их в маршрут. Получается, это мы удаляем. И добавляем станцию номер 2 уже вот сюда. Отлично. Сейчас они должны будут перестроиться и начать это дело нам возить. Что же касается как раз-таки готовых материалов и инструментов, мы их поставим с вами следующим образом. Значит, первую основку мы поднимаем как можно выше. То есть прямо будет в перекрестке. И мы находимся где-то вот здесь. Сбыт продукции. А второй мы с вами поставим где-нибудь вот в этом месте. Да? Давай даже ниже поставим. Вот так вот. Как раз-таки здесь требуются инструменты. Они сюда нас это все будут смело отвозить. Прямо на перекрестке. Только надо будет также еще добавить здесь дорогу. Вот таким вот образом. Смотрим, что по поводу маршрутов. Берем и добавляем. Значит, здесь у нас они забирают, шуруют сюда. Так, стоп. Добавить вот эту станцию. А дальше она идет у нас куда? Правильно, вот сюда. Идеально. Здесь она у нас делает разворот, забирает и уходит. По поводу красной линии. Для меня пока осталось, если честно, это неким вопросом. Потому что есть некая идея, есть некое предложение. Но я хочу услышать вашу версию. Что думаете? Напишите в комментариях. Может быть, нам есть смысл здесь красную линию выстроить дополнительно к двойке. Вот сюда, к этому нашему складу, да? Они будут таскать бревна, получается, с лесозаготовок. Здесь забирать доски. Помогать как раз-таки второй линии. Отвозят сюда. И здесь мы проложим дорогу. И, соответственно, они будут уходить вот в этот кусочек порожняком. Но, с другой стороны, это может столкнуться с тем, что слишком будет быстро забираться продукция. И, получается, тогда вторая линия у нас с вами будет находиться порожняком почти что большой кусок. Либо убирать несколько автобусов, ой, несколько повозок с красной линией и с желтой. Либо просто забить на эту идею и вот и все. В общем, напишите, что думаете. Да, пока мне просто вот интересно ваши мысли на счет, на этот счет. Я вам специально даже сейчас открою, чтобы вы увидели, как у нас все дело работает. В принципе, идея неплохая. Реальная идея неплохая. Здесь проложить дорогу. Сколько она там будет стоить? Ну, там около сотки, наверное. Ну, плюс-минус, да? Если коротышами ее строить, то, естественно, можно будет сэкономить. Но сам факт. Либо все-таки оставить все как есть и не париться. Давайте вместе подумаем. Да, это я как раз таки ставлю на откуп вам. Что же касается прибыли. Давайте мы слегка это все дело ускорим. Надо посмотреть, как у нас это все дело должно будет интегрироваться. У нас еще лошади не успели перестроиться. С одной ветки на вторую и с третьей на четвертую. Видите, происходники простые. Как раз таки кто-то притаскивает доски. Точнее, бревна, а кто-то притаскивает... Точнее, а кто-то ждет доски. Вот. Ладно, сейчас время пройдет, должно все появиться. Тем более, вот это самая игра, где результат мы не видим моментально. То есть, не добыл ресурс, и у тебя сразу, короче, установилось. Нет, здесь по прошествии времени. Что же касается по поводу людей. У нас с вами было 140, стало 196 и прирост пока встал. Но он встал, опять же, только из-за того, что нет инструментов. То есть, как только сейчас люди сюда будут получать что-то, сразу будет им всем хорошо. Повозки катаются? Катаются. Забирают людей. И, кстати, смотри. У нас линия пока что... Да, пока что все равно в минусах находится. Ладно, подождем чуть-чуть. Но дома растут. Дома растут, и это уже не может не радовать. Ну что, прошло очень много времени, смотрим. Голубая линия пошла в легенький плюс. Нам сейчас очень важный момент, чтобы желтая линия нормально интегрировалась и нормально начала зарабатывать. Потому что там находится огромное количество повозок, и самое что интересно, они таскают не только один продукт, а они таскают целых два. То есть, она должна по-любому будет раскачаться. Ну, рано или поздно. Ну вот, смотри, у нас получается красная потихонечку начала подниматься, голубая тоже поднимается. А это, ну, пока пытается из минуса выйти. Ну, она по-любому будет. 45, здесь уже 7 и 11 тысяч. Давай-давай, раскачивайтесь, мои дорогие, раскачивайтесь. Так, только что синем загорелась. Ты смотри, да, здесь, конечно, деньги прыгают моментально. То в плюс, то в минус. И она потихонечку, она реально потихонечку выходит в очень даже неплохой плюс. Так, что же, по сути, точнее, по полной нашей стоимости, ну, пока минуса. Да, плюс у нас также еще находится займ. Не забываем, что 5 миллионов, которые мы с вами получили в самом начале игры, это не наши сами деньги, с которыми мы с вами приехали на территорию и сказали, ага, давайте, короче, мы здесь что-нибудь построим. Нет. Мы нашли некого якобы инвестора, он нам дал бабосики или банк, и, соответственно, мы уже начинаем этими деньгами работать. То есть, по сути, мы с нулем сюда приехали, взяли долги и начинаем это все дело развивать. Стандартная, в принципе, сейчас история для нашего времени. Так, что у нас по деньгам? 36, 25, смотри, отлично. Отлично, просто, я бы даже сказал, замечательно. Я думаю, до 50 тысяч можно будет достаточно скоро это все дело раскачать, и прибыль у нас, точнее, расходы и того у нас сокращаются. По сути, здесь вся игра строится вот на этом микроменеджменте, надо строить, надо где-то сокращать, это увеличивать, и вот смотреть за этими цифрками, так называемыми деньгами. Ладно, пока не буду трогать этот город, пускай он у нас, смотри, немножечко народ упал, да, здесь, ну ладно. Пускай пока немножечко раскачивается, пройдет некое количество времени, а мы займемся сейчас поиском новых источников. Хотелось бы заняться фермерством, поэтому давайте рассмотрим все варианты, где мы вообще с вами можем здесь хоть как-то взаимодействовать с производством пшена, там, производством батонов и так далее. В принципе, вот здесь рядышком находится, смотри, пшеница, да, и пекарня. И даже не так далеко находится еще и город, который называется Гребенка, куда мы можем с вами сбывать всю нашу продукцию. Неплохой вариант, но давайте еще поищем. Так, бревна у нас здесь особо никуда не выгружаются. По поводу камня, ну, примерно то же самое. Здесь у нас кирпичный завод идет. Ну, и север карты у нас, ну, такой пустоватый, да, здесь не особо интересно. Зато смотри, как у нас раскачалась вторая линия, она пошла в плюс 59 тысяч. Это очень неплохо. Ну-ка, что у нас там по прибыли минус 30-ка? Ну, мы все равно сейчас выйдем в плюс. По-любому, у нас даже прибыль здесь внизу уже сокращается. И сколько там было? Минус 300? Стало минус 20 тысяч. Нормально. Ладно, пока ищем дальше, не отвлекаемся. Что у нас здесь есть? Смотри, рядом есть ферма, да? И есть рядышком как раз-таки завод по производству хлебобулочных изделий. Неплохая цепочка, кстати, может организоваться. И тем более, самое что интересно, не так далеко им надо будет ходить. А на будущее, при даче через две реки, у нас здесь еще и город имеется, который население 142 человека и может потреблять, и хочет потреблять хлебобулочные. Ладно, пока посмотрим, что у нас еще есть. Так, у нас вот еще есть, смотри. Слушай, а прямо отличный вариант. Прямо совсем маленькая дорожка по производству нефти. То есть мы, получается, с вами здесь нефтяная скважина, добываем нефть. Да, то есть у нас они качают ее. А это все будет превращаться в бочки. И эти бочки как раз-таки требуются на этом заводе. Но не сеперерабатывающем. Слушай, а очень неплохой вариант. Прямо очень. Что там с нам по прибылим? 46 тысяч. Отлично. Пока потихонечку все дело ползет. Я думаю, через годик там будет прям плюсовая у нас тема. Так, значит, как мы можем здесь хоть что-то сорганизовать? Надо подумать. Хотя сверху ничего сложного здесь нету. Наверное, будет оптимальным вариантом вот эту вот загогулину, да, вот эту галочку убрать отсюда. Ну, то есть как убрать? Мы просто проложим альтернативную дорогу. Давайте-ка ее возьмем. Скорость... Сколько там у нас? 40 километров в час нам этого будет достаточно. И попробуем проложить. 170 тысяч. Нет, это слишком дорого. Мы возьмем иначе. Мы возьмем маленькими маршрутами. Вот такими будем прокладывать. Здесь кусочек. Здесь кусочек. Еще кусочек на 4-5 тысяч. Смотри, да? Не кислая экономия. Прямо очень не кислая экономия. Однако получаем тот же самый результат. Да, та самая игра, где кусочками строить будет намного дешевле. Далее. Что нам здесь с вами потребуется? Там что у нас по прибыли? Отлично. Значит, по прибыль... Ой, господи. По постройке. Нам построить надо будет здесь это дорожное депо. Да? Которое у нас будет как раз-таки отвечать за ремонт. Да и вообще, наверное, даже за ближайшие эти фермы. Давай его чуть ниже, наверное, раскинем где-нибудь вот здесь. Попробуем сейчас поставить его вот в этом местечке. Где дешевле, там мы его, в принципе, и поставим. 15... О, 13 тысяч где-то только что видел. Вот, 13 тысяч. Отлично. Мы сейчас сюда поставим. Далее нам надо будет сделать две остановки, но они у нас будут без дополнительного сбыта, поэтому будет платформа абсолютно нулевого уровня. То есть только на одну продукцию. Сделаем их максимально близко, чтобы как можно быстрее заполнялось вот здесь. Вот в этом месте. Так, стоп. Вот сюда мы ее поставим. А вторую мы поставим, ну, куда-нибудь вот сюда. Так, слушай, что-то 50 тысяч-то, а? Что, подешевле-то не получится? Никак нам это все организовать? А с противоположной стороны? Нет, здесь нет. Нам надо только вот именно на эту дорогу. Иначе нафига, как говорится, мы ее достроили, да? 50 тысяч, 54. Ну, вот так. Вот так, наверное, имеет смысл ее поставить. Вот здесь, да. Дальше. Создаем новый маршрут. У нас, получается, забор идет отсюда. И отправляется это все дело вот сюда. Сколько мы должны будем купить сюда транспорта? Ну, наверное, Е. Наверное, Е в районе, наверное, 15 единиц. Мы сейчас купим 15 повозок. Чуть позже мы как раз все повозки продадим. К тому моменту, когда они уже начнут разваливаться. У них все-таки здесь есть еще и срок годности, и содержание, да? Поэтому срок эксплуатации, так называемый. Вот. Поэтому как раз к тому моменту у нас появятся новые. Эти мы за копейки сдадим. Возьмем кредит. Поставим новый на более, больший объем в плане перевозки. И будем в дамках. Так. Купить 15 единиц. Отправить их всех дружненько на зеленую линию. Доступна новая транспортная линия. О, поезда. Поезда с пассажирскими вагонами. Правда, нас это пока особо не парит. Потому что поезда, ну, это очень дорого. И, ну, вообще не по карману. Пока, кстати, не выстраивается. Давай пойдем посмотрим, что у нас с нашим хомградом. Мне интересно как раз-таки количество людей. 200 человек. Слушай, ну, потихонечку прибывают. Да, это не может не радовать. И оптимизация у нас здесь вроде как даже неплоха. Единственное, что, наверное, и есть смысл будет добавить еще один дилижанс для перевозки людей. Потому что очень много их тут у нас остается. Где у нас ближайший? А, хотя смотри, вон, видишь, у нас подъезжает один. Сейчас он здесь развернется. И заберет отсюда всего лишь четверых. Да. Давайте, наверное, возьмем еще один дилижанс. И отправим его на... Даже два, наверное, дилижанса возьмем. Отправим их на голубую линию, да? Купить. И отправить вот сюда. Так будет попроще. А то такие простои, постоянные, но недопустимы. Ну и самое главное, у нас здесь сколько прибыль прыгало? Где-то около 8 тысяч. Ну, то есть до десятки, наверное, дойдем. Очень неплохо. Очень неплохо. Ладно, возвращаемся к нашей скважине. Смотрим, что по поводу наших цепочек происходит здесь. В идеале это, чтобы все работало как один единый конвейер. Надо, получается, сделать таким образом, чтобы у них был переход максимально маленький. То есть между разгрузкой и погрузкой. Но здесь у нас, получается, смотри, вот сейчас он последний отсюда выходит. Вот, видишь, последняя вагонетка выходит. Ой, вагонетка, а игру ошибся, извините. Повозка, вот она вышла. И как раз-таки это находился где-то вот здесь. То есть, чтобы полностью зациклить этот момент, нам потребуется, наверное, еще две повозки добавить. И будет очень неплохой плюс. Тем более, смотри, у нас здесь даже складирование продукции идет просто шикарное. Давай купим две повозки дополнительные. Так, купить транспортное средство. Повозка. Две штуки. Две, говорю. Вот так вот. И отправить воздружника на зеленую. Вот сюда. Вон, выехали. Молодцы. По поводу прибыли, конечно, сомневаюсь. Там что-то у нас есть сейчас. Да, минус 13 тысяч. Ну, я думаю, еще две ходки и пойдет достаточно хороший плюс. Единственное, мне пока непонятно, почему, если у нас стоит точка 1, это как раз-таки наша шахта по добыче нефти. Почему вагонетки... Блин, почему я все время называю их вагонетки? В общем, наши повозки все время пытаются проехать через второй маршрут. Это, кстати, касается не только этой точки. На Хомграде примерно такая же петрушка у нас с вами была. Почему они, точнее, не повернули вот здесь налево и не ушли сразу на загрузку? Зачем им делать такой крюк? Странно, в общем. Пока мне это непонятно. Что по прибыли? Минус 5 тысяч. Отлично. Минус 2 тысячи. Ну, сейчас еще пару ходок и, да, цепочка начнет нам приносить прибыль. Как раз к тому моменту, когда начнут повозки все разваливаться, мы с вами уже обзаведемся новыми и интегрируем их в этот маршрут. Что же касается вообще этого маршрута, как вы могли сейчас заметить, мы не занимаемся сбытом. Это на какого-то конечного потребителя, на какой-то покупателя у нас. Такого, к сожалению, пока нет, потому что, по сути, мы можем дальнейшее это все дело отсюда пересылать куда-нибудь, например, вон туда, да, где у нас будет перерабатываться уже там огонь или что-то там кирпич делают. Да, это тополево так называется у них. То есть, по сути, можно будет его сюда. Но это достаточно большое расстояние и повозками отправлять, ну, это кощунство. То есть, здесь надо будет либо поезда... Кстати, а ты посмотри, офигенная тема. Мы же с вами сможем сделать паромы и теоретически вот здесь сделать маленькую доставку как раз от этого завода до парома. И по реке мы можем транспортировать прямо вот сюда. Это будет очень классно. Но это, конечно, не сегодня. Это уже, наверное, в следующих сериях. Но, опять же, если вам понравится эта идея, поэтому в комментариях все черканите. Да и вообще, в принципе, подсказывайте, как вы видите, где что лучше оптимизировать, где лучше что подогнать. Я читаю все комментарии, абсолютно все. Поэтому, действительно, бывает что-то очень полезное надо можно увидеть. Ну, или если вы напишите просто Серегу Супер, то это тоже будет круто. Ладно, заговорились, пока мы тут ждали. Что у нас подиго... О-о-о-о, мать моя женщина, 35 тысяч. Смотри, буквально за 2-3 минуты мы вышли в очень хороший плюс. То есть, топливо, вообще нефть, это наше черное золото, так называемое. Есть смысл, конечно, это все делать дальше раскачивать. Ладно, линия у нас работает. По поводу прибыли. Смотрим, что у нас тут происходит. Минус 2 тысячи, но сейчас плюса пойдут, да, сейчас пойдут плюса. У нас еще полтора миллиона с вами есть. Это не кредитные деньги. То есть, сверху я пока ничего не брал, как вы могли уже заметить. То есть, у нас только наши полтора... Ой, точнее, только 5 наших миллионов и все. Пока никаких дополнительных инвестиций я не приобретал. Поэтому мы можем сейчас посмотреть что-нибудь еще. Смотри, у нас здесь еще есть, кстати, точка по добыче нефти. Но нет, 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 нет. Давай искать дальше. Смотри. Чуть выше еще одна прямо чуть ли не копия стоит. Только более такое далекое расстояние. Тоже такая галочка в виде дороги. Мы ее можем слегка подрезать. И, следовательно, сделать неплохую поставку очередной нефти в нашу гору. Уже 43 тысячи, ты посмотри. Она сейчас превысит, мне кажется, с такими темпами абсолютно все обороты, которые у нас тут имеются. Растак, давайте дальше. О, прибыль. Прибыль пошла в плюс. Прибыль здесь пошла в плюс. У нас плюс 10 тысяч. И как раз-таки и того наши тоже поднимаются. Ладно, хорошо. Пока есть деньги, начать давай строиться. У нас будет сейчас же пожелание построить дополнительную дорогу. И как-то все дело тут сократить. Сократить, насколько это вообще будет возможно. Так, 5 тысяч, 8 тысяч. Сколько у нас суммарно это будет стоить? 60 тысяч, да? Вот этот кусочек обрезать. Ну-ка, давай так ратышами сделаем. На 8К. И отсюда сделаем вот сюда еще на 12К. На 13 даже, да? Чуть-чуть сэкономим времени. Вот буквально чуть-чуть, который нам может в дальнейшем позволить получать дополнительную прибыль. Так, по поводу остановок. По поводу остановок. Нам потребуется маленькая основка в одну сторону. Это отсюда. Ставим ее максимально близко. Это все-таки источник первого продукта, да? 84 тысячи, да? 84. Вот 70, 68 даже. Ты смотри, а? Можно даже сэкономить времени. Хотя видно, как выцветает белая наша постройка, белая наша рамка. Вот здесь в идеале поставить. Прямо вот здесь. Вот, все, видишь, этот момент меняется. Вот здесь, да? 67 тысяч. Все, ставим. Вторую точку мы с вами поставим уже где-нибудь, ну, вот здесь, наверное, с этой стороны. Чтобы они тут разворачивались. Им было бы прямо все по кайфу, как говорится. Соединим их. Сколько будет сейчас? 60 тысяч. Отлично. Далее, 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 далее. Нам потребуется... Кстати, слушай, а наше дорожное депо отсюда дойдет? А, нет, слушай, ну оно очень далеко. Я думаю, тогда сделаем два дорожных депо. Одно как раз будет обслуживать эту часть карты. А это у нас будет заниматься транспортировкой и обслуживанием этого направления. Ну, мы ее разместим, опять же, чтобы было подешевле. Ну, наверное, где-нибудь 12 тысяч там только что-то я видел. Было шикарно. Во, 11. 11, 14, 13. Ставим. Пускай будет находиться здесь. Значит, по поводу новых веток. Новый маршрут. Получается, мы забираем все вот здесь. И отвозим все вот сюда. Ну, судя по маршруту, по длине, кстати, я не знаю, как посмотреть длину. Где-то была такая, по-моему, функция. Либо в первой части, либо это был мод какой-то, который показывает расстояние как раз-таки полное. Можно было бы это все дело узнать именно в цифрах. Но, хотя, судя по всему, это что-то примерно Е, как и здесь. Нет, побольше даже, да? В разы побольше. Тогда мы здесь ставим 17, наверное, повозок. Так, купить транспортное средство. Берем повозки, ставим 17 единиц на 400 тысяч. Закупиться. Дальше выделить все и отправить вот на эту линию. Отлично. Хотя бы им сейчас не придется делать такой крюк. Я думал, они сейчас пойдут опять на вторую станцию и оттуда будут возвращаться сюда. Нет, им это делать не надо. Молодцы. Здесь, кстати, у нас загрузка достаточно большая. И смотри, здесь уже у нас, по-моему, чуть ли не фулка все стоит. Огромное количество всяких бочек. Что же касается прибыли. Значит, смотри, красная линия у нас шатается примерно от 30 до 50 тысяч. Желтая с табильником держится 150 с плюсом. Зеленая у нас с ракет с плюсом. И голубая, это перевозка наших людей. Смотри, она почти до десятки доходит. Это не может не радовать. Это реально не может не радовать. Значит, как говорится, делаем все правильно. Единственное, Е. Наверное, дальше вкладываться нет никакого смысла. Почему? Потому что я не хочу работать прямо в нулину в плане счета. И особо брать кредиты дополнительные. Поэтому, наверное, Е даже надо подождать будет до тех моментов, пока эти наши линии не начнут приносить хороший плюс. Пока мы не подойдем к миллиону. И, естественно, дальше можно будет шиковать и сорить баблом, как говорится. Ну и, конечно же, самый важный момент. Это вот эта прибыль, которая у нас сейчас минусовая. Очень большая, полмиллиона. Это из-за того, что мы купили вагонетки, построили новые точки. И ее надо будет, конечно же, тоже сократить. Но она сокращается. Но, видишь, она то прыгает, то вверх, то вниз. Опять же таки, только из-за того, что наша фиорета, вот эта розовая линия, она, к сожалению, пока минусовая. Но это вопрос времени. Она все равно сейчас должна будет выстрелить не хуже, чем и зеленая. Что же касается прибыли, у нас минус 430 тысяч. Нормально. Сокращается. Смотрю все-таки на нее. Она просто чуть ли не, можно сказать, идеальная. У них разрыв от первой повозки до последней, ну, будет не очень большой. Конечно, можно, опять же, сюда добавить еще пару телег. Но, наверное, все-таки в этом не имеет никакого смысла. Лучше подождать еще пару лет. У нас появятся уже более вместительные повозки. Эти быстро скинем. Главное, что мы в плюс выходим, да? Да, мы вышли. Маленький, но плюс. И, соответственно, можно будет уже сделать хорошую смену. Соответственно, у нас увеличится и перевозка, и у нас увеличится еще и прибыль, да? Ну, и, конечно же, как данность еще и содержание. Но без этого никуда. Смотрю, у нас минуса почти что все перекрылись. Все, пошел плюс. Пошел плюс. 13 тысяч уже. Здесь итоговый у нас двадцатка переваливается. Что же касается данной цифры. С одиннадцати тысяч поднялись до восемнадцати. Наше звено начинает очень неплохо работать. Очень неплохо. Единственное, что у нас некие просадки периодически появляются на голубой ветке. Там надо будет сейчас вернуться в город, посмотреть, либо как-то приумножить количество дилижансов, да? Либо сократить количество остановок. Чтобы люди больше скапривались именно на одном месте. Хотя, я думаю, с скапрением там проблем точно нет. Уже сорок шесть тысяч. Она прямо, походу, скоро обгонит всех. Абсолютно всех. Погнали, посмотрим, что в нашем городе. Смотри, плюс пятьдесят семь тысяч прибыль пошла. Просто меня это чертовски радует. Охрененно. Слушай, а количество людей у нас здесь какое? Двести четырнадцать. Да, прирост здесь не сверхогромный, но все-таки он есть. Игра, хоть и стоит на х3 скорости, все равно она сама по себе неспешная. И, как я говорил ранее, здесь нужно время. Время на абсолютно все действия. Прибыль плюс шестьдесят четыре тысячи. Охрененно. Если здесь пятихатка, это уже с учетом всяких расходов. Ну что ж, отлично. Я тогда думаю, на этом есть смысл закончить эту серию. Неплохо мы так сегодня поехали на черное золото. И начали вот убывать и начали вот транспортировать. По поводу веток я вам сказал. Мне интересны ваши мысли. Напишите, что же думаете по поводу красной. Есть ли смысл нам это сделать, законнектить. Также, если какие-то есть советы, обязательно пишите их в комментариях. Ну, а я, как всегда, вас всех поднял, обнял. И до новых встреч. Пока.